В эфире только мама Аня и Чихуахуа Софи и Эйвон. Привет, с вами Аня и Чихуахуа Софи. Сегодня вторник, 16 февраля, и это второй день недели блога. Сегодня мы отправляемся гулять. Сегодня мы не будем брать Эйвона, потому что он еще спит, и вообще Эйвон лентяй, а мы с Софишей пойдем прогуляться. Мам, давай я тебя сплю. Да, моя зайка. Кто такой тут лежит? Мамин велосипедик стоит. Неделя влогов с Чихуахуа Софи и Аней. Ну что ж, сегодня мы с Софией отправляемся гулять вдвоем из Эйвона. Я снова на себе опробую, что такое быть мамой настоящего ребенка и носить его на животе. Мам, ты что-то неправильно сказала. Это на самом деле очень большой труд. Так что все мамы, вам респект. Мы все дальше и дальше удаляемся от моря, и мне кажется, сегодня будет жарко. Чтобы попасть на главную дорогу от нашего дома, который находится на берегу моря, нам нужно пройти небольшой вот такой вот отрезочек, узенькую такую улицу. На этой улице тоже находятся маленькие домики, бунгало. Это, скорее всего, больше похоже на отель, чем на частные домики. Вот среди бамбуков вот такие вот гамачки висят. Вот так в Таиланде можно постирать за 50 бат. Вообще, очень удобная вещь, особенно для одиноких. Прямо на улице использовать машинку и постирать. Так выглядит наша главная улица. По сравнению, конечно, с Хуахином это ничто. Вот о чем примерно я сегодня говорила. Ой, я как этот ребенок. Бабе с ребенком. Привет, привет. По сравнению с Хуахином, на Пангане очень много туристов и иностранцев, живущих здесь достаточно долго. Вот такое кафе с великами. Они организовывают туры на велосипедах в места, в которые не ездят другие туристические компании. Сегодня мы с Хуахином направляемся в сторону центра, просто прогулять вас по острову немножко, показать центральную его часть. Очень многие просят нас снять рум-тур по дому. Конечно же, мы его снимем обязательно. Он будет на этой неделе влогов. Так что ждите. Так сначала препараться надо дома. Прямо на дороге расположился небольшой киоск с фруктами, где мы можем увидеть. Папайю разных размеров, мандарины тайские, бананы, арбузы, огромную папайю, несколько видов манго и продавщицы. Привет, друзья. Практически в каждом городе Таиланда находится магазин под названием 7-11. Это продуктовый магазин, либо магазин мелких хозяйственных товаров. Если вам интересно, напишите в комментариях, мы обязательно расскажем, что продается там. Так, пойдем посмотрим, но не показывай пока. Мы отправляемся дальше и сейчас проходим справа от нас рынок, который сейчас, видимо, только открывается. Софи мясо. Да, уж и мухи на нем тут же. Может, лучше в магазине покупать, мам. Большинство магазинчиков еще пусты абсолютно. Здесь мы можем увидеть тюками вот такой вот галангал, который кладут в том ям. Чеснок, лук, различные овощи. Это черный перец. Конечно же, куда в Таиланде без фруктового ларька. Вот рынок позади меня, он достаточно большой, а мы отправляемся дальше. Здесь в центре мы можем пронаблюдать даже большой хозяйственный, несколько банков и достаточно активное движение. А по утрам в Таиланде в очень многих местах продают готовую еду. Это могут быть карри, различные тушеные овощи, супы. И также в Таиланде можно встретить очень много пикапов. Видимо, они им нужны для хозяйственных нужд, и в том числе в роли вот таких вот автобусов. Как вы видите, мы завернули на улицу какой-то строй. А зачем мы сюда не гоним? Я думаю, что здесь есть магазин для животных, в котором нет никаких хороших торгов, но зато есть фишка, о которой говорит. Вот какие рыбки. Хозяин зовет нас и хочет что-то показать. А-а-а, он показывает нам клетки с тремя чухошками. Мамочка, вы не так гавкаете? Что ж, блин, неужели вы в клетках живете здесь? Хеллоу, ребята, эй! Это небольшой магазин, как можно увидеть. Здесь в основном продвигаются корма для различных животных. Также здесь есть очень красивые клетки с птицами. В принципе, весь выбор кормов, которые можно увидеть, это просто такие... Дешевые корма в упаковках. И нематерязные, кто их поймет? Также не самый лучший корм Smart Heart. Есть Pedigree. То есть, в принципе, можно сказать, что это магазин кормов. И невоспитанных чухошек. Птиц с клетками. Вот такой вот здесь огромный бонсай растет. Для тех, кто понимает, он увидит просто произведение искусства в этом. Наши родители. Хеллоу! Хеллоу! Своди-ка! Какой ты красивый, бедненький. Ты сидишь... Нам надо будет не так уж на мелодию вставить. Так вот, если бы у нас с Софией было много денег, мы бы купили все эти клетки с пицами и вывестили бы их на болю. Потому что, наверное, им все-таки там не очень комфортно. Еще в Таиланде очень распространены вот такие придорожные маленькие кофешопы, в которых можно купить различные напитки. Теперь ответ на небольшой вопрос. Я могу предположить, что некоторые из вас зададутся вопросом, почему София сейчас идет не на поводке, а висит у меня на животе. Все очень просто. Как вы видите, солнце светит все время. И на самом деле сейчас очень и очень жарко. И асфальт, по которому я иду своими ногами, очень горячий. Поэтому в такой долгий путь, чтобы София шла пешком, нужно как-то защищать лапы. Это возможно сделать зимой, надев носочки, но, к сожалению, летом это сделать очень трудно, тем более в такую жару. Поэтому, зафись, это меня на животе. Та-та-та. Здесь делается он там. Привет, тетя. Ой, зачем мне прямо носок? Вот мне. Софи. Софи. На самом деле, если прислушаться, то тайцы не понимают имя Софи, и они думают, что ее зовут Сэлфи. Сэй Софи. Сэлфи. Ха-ха-ха-ха, Сэлфи. Так что теперь Софи зовут Сэлфи. Вот такой очень большой магазин фруктов с огромным выбором. Это фрукт Салак, змеиный фрукт. Он очень колючий. Такой вот фрукт называется Дрэгон фрукт, потому что вот у него такая вот шкура. А это тамарин. Он висит на деревьях. Его, кстати, используют, его паста, точнее, используют в приготовлении супа том-ям. Также на Пангане вы можете очень часто встретить вот такие магазины, в которых различные ткани продаются. В том числе одежда из этих тканей. Вот такие вот большие. В Хуахине, например, этого не было. Говорят, что на самом деле все это приезжает с севера Таиланда. Сейчас мы с Сэлфишей уже, по сути, находимся в центре. Мам, ну ты давай, что тут вообще сейчас? Здесь есть аптеки, различные бары, магазины, продуктовые магазины, рынки, мотобайк-шопы, где можно купить или починить мотоцикл. А также банкоматы, банки. Вот такой рынок, который сейчас закрыт, а вечером он открывается. Магазины игрушек и всего другого. И всякие интересные люди. Часли меди. Вот, например, одна из кафеев в центре, которую мы увидели. Здесь утром очень много народу. Никто не против того, что с нами собака. Сейчас я буду банковаться и заказывать на тайском. Давай, мам, жгли. Мам, на море сходим сегодня? Это, по сути, тот же самый обычный лад и только со льдом. В основном тайцы пьют все напитки со льдом, потому что очень жарко и это хоть как-то помогает им пережить жару. Ну что ж, можно сказать, мы перезагрузились в местном очень уютном кафе. И сейчас отправимся в магазин, чтобы купить воды. Я специально не взяла никакую бутылочку, чтобы себя не загружать лишним. Поэтому сейчас мы пойдем и купим водички холодненькой. Здесь асфальт находится в тени, поэтому он не такой горячий. И Софи может немножко прогуляться. Бум! Здесь плетут треды. По пути, пока мы шли в магазин за водой, мы встретили вот такой вот магазин со всякими разными украшениями, кошельками, вещами из хлопка, сумками. Панган, кстати, этим очень популярен. Всякими браслетиками, фенечками. Сегодня у нас нет никакой определенной цели. Мы просто гуляем, просто ходим и смотрим. И показываем вам, и делимся с вами. Этот район называется Тонг-Сала. Здесь находится основной пирс, откуда отплывают корабли. Местные жители моют мотобайк. Бежит спортсменка. Здесь тенек, и Софи может прогуляться. Вот кто-то рассыпал корм для собак. Софи даже на него не посмотрела. А потому что нельзя ничего кушать на улице с земли. И вы будьте аккуратны, и учите своих собак не кушать ничего с земли. Мы проходим в разные кафешки. А вот и тот самый магазин 7-11. Сейчас мы с Софишей возьмем какую-нибудь водичку. Ваша собака уже знает команду дорога? Когда нужно вас ждать, пока вы не скажете идти. Это тоже очень распространенная вещь в Таиланде. Они везде вешают фотографии своего короля, потому что тайцы его очень любят и уважают, и чтят. Сейчас мы выберем местечко, где есть тенек. Попьем водички, чтобы не стоять на пекле. Как вы можете видеть, это тренажеры. И вот такие вот площадки с тренажерами в Таиланде тоже довольно часто распространены. Потому что тайцы, несмотря на свое отношение к жизни и такую расслабленность, очень любят активно заниматься спортом. Прямо из парка спуск к морю. Вот такие вот деревья, похожие на наши сосны. И вот оно, прекрасное море. Здесь на травке мы расположимся с Софишей. Водичку прямо из маминых рук. Жарко, малышка. Жарко. Довольно распространенный вопрос, который мне задают после моих влогов некоторых, это почему я при такой жаре хожу с длинными рукавами и в штанах или в длинной юбке. Я скажу почему. На самом деле солнце довольно опасная штука. И если постоянно находиться 24 часа на солнце, то это может быть не очень полезно для кожи и вообще для организма человеческого. То есть тем же тайцем они здесь выросли, поэтому их кожа приспособлена. А наша, к сожалению, нет. Все-таки у нас есть зима, а здесь ее нет. Поэтому периодически я стараюсь прятаться от солнца. Тем более сейчас февраль, и как бы у нас сейчас зима. Очень часто мне задают один и тот же вопрос. Как вы воспитали, как своих собак? И вот мы сейчас лежим с Софишкой здесь. Вокруг море вечер стумит, мы под деревом и отдыхаем. И мне захотелось очень сильно сказать вам ответ на этот вопрос. Это... Ну, мам, ты даешь. Софиша уже не хочет больше гулять, Софиша хочет поехать у мамы на животике. Еще вариант переноски собак в таких сумках. Чувствуешь себя косметичнее? Гораздо более приятный для собак вариант, но гораздо более сложный для человека. Мы отправляемся в путь. Как я уже сказала, беспощадно азиатское солнце пригревает. И нам пора домой. Мы попробуем пойти не через город, а через пляж. Если у нас получится, конечно. Если получится, то вы обязательно это увидите. Так как на пляже всегда ветер, с моря здесь не очень жарко. Я бы очень хотела отпустить Софи побегать и пойти со мной по берегу. Но у нас есть такой опыт, как пляжные собаки, которые охраняют прибрежные бары и рестораны. Поэтому я не рискую. Они бывают на самом деле очень спокойные и не агрессивные. Но мы не знаем, чего ждать. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня... Еще на Пангане, конечно же, есть такие места, как водопады, горы, тропики. Мы обязательно их тоже покажем. Если видно, я надеюсь, видно. Где, где? Ух ты! Это кайперы. Это кайтер-центр. Здесь учится кайтингом. Сейчас мы можем пронаблюдать с вами, как человек запускает кайф. Очень ветрено, но похоже, мы смогли пройти по пляжу до дома. Сейчас увидим. Музыкальная минутка. Кто помнит нашу вчерашнюю упальшую пальму? Я помню, маму. Так что мы почти дома. Опознавательный знак. Наши камушки. Софи. Пойдем. Пойдем домой. Дорогие Софицы, вот мы и дома. Спасибо большое за то, что вы нас смотрите. Огромная вам благодарность за ваши лайки и комментарии. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Вступайте в наши группы ВКонтакте. И будет вам счастье! С вами Руфи. Тихуа Саки. Тихуа Хуа Саки. И мама. И Алис. Ну что, Софи, как погуляли-то? Гормально. Что делали? Эйвен, подожди, чешся, что у меня. Да отстань от меня, Эйвен. Ты сам не пошел. Где вы были-то? Эйвен, что ты пристал? Ты сам не пошел. Что жили-то бывали? Софи,焦к, Софию расскажи, ну, Сафия, ну расскажи. Сейчас я унюху. Эйва, ну перестань ты! Эйвен, ну что ты как маленький прямо? Эйвен, ну все! Софий, ну расскажи. Ну расскажи, Сафий. Ставь осебенен. Ты дурак бываешь иногда. Эйвен, ты должен проверить тебе дай. Ты на чем-то вкусном сидела. Да не сидела на чем-то вкусном. Ты где-то сидела в интересном месте. Ну все, надоело. Надо было с нами идти. Субтитры подогнал «Симон»